Привет, красавицы! Сегодняшнее видео будет о том, как я держу себя в форме. Сейчас я вешу 48 килограмм, это нормальный вес для моего роста. И начать я хотела с того, что я никогда не занималась профессиональным спортом, потому что мама у нас боялась травм и того, что у нас не будет детства, поэтому мы с сестрой ходили в английскую школу и закончили переводчиками. Но сейчас не об этом, сейчас о спорте. Лет 17 я начала заниматься спортом, усиленно заниматься спортом, бегала по утрам, дома тоже на месте не сидела и ходила в тренажерный зал. Потом я переехала, через два года получается, я переехала в Россию и немножечко сократила свои тренировки. Я оставила только бег. Бегала я по вечерам с подружкой и ходила в университет, на карате. Роман Иосифович нас многому научил. Бывало так, что я после занятий приходила домой и снова повторяла все пройденные удары, все пройденные движения, чтобы не отставать от других, и просто мне это очень нравилось. Сейчас я немножко подзабросила это дело, но все равно не даю себе расслабиться. Я качаю дома пресс и приседаю. Также в этом видео я хотела рассказать вам 7 своих секретов о том, как я держу себя в форме, позволяя себе кушать все, что я хочу, все, что я люблю и сильно себя не напрягая. И первый секрет, о котором, наверное, все знают, это пить много воды, чтобы поддерживать водный баланс. В том числе при стремительном похудении это получит не получить какие-то значительные растяжки, наша кожа будет эластичная. Но, наверное, многие пытались как-то заставить себя пить воду в некоторых количествах. Кто-то говорит, что нужно пить 2 литра за сутки, кто-то говорит, что нужно пить литр за сутки. Я не знаю, сколько я выпиваю в день, звучит так, выпиваю в день, но у меня всегда стоит стакан воды в комнате и стакан воды в кухне. Поэтому, когда я прихожу в кухню, я выпиваю стакан воды, я возвращаюсь в комнату, я выпиваю снова стакан воды. Когда он стоит у вас перед носом, вы точно не забудете это сделать и даже немножечко складывается ощущение, что хочется постоянно пить. Второй секрет это есть все, что вам нравится, но понемножку. Лучше всего разделить свою порцию на 2 или 3 части и в течение некоторого времени, например, через каждые 2-3 часа съедать по порции. Благодаря этому мы не перегрузим наш желудок и он успеет у нас все переварить и усвоить. Следующий секрет, который также касается пищеварения и питания, это никогда не сидеть на диетах. Потому что, когда мы сидим на диете, наш организм расщепляет жиры и мы худеем, нам от этого хорошо. Но потом, когда мы возвращаемся к привычному питанию, либо о менее агрессивной диете, наш организм уже из прошлого опыта знает, что может возникнуть снова стресс и он начинает накапливать жиры в двойном объеме. Следующий секрет, который касается подвижного образа жизни, если вы не можете заставить себя бегать, либо не можете заставить себя просто выйти на прогулку, нужно внушить себе то, что это ваше любимое занятие. Майдите себе полезное увлечение, тот же бег, танцы или, например, простая прогулка. Следующий секрет, который позволяет мне держать себя в форме, это заниматься спортом, как только вспомнила. Например, сидишь на диване, кушаешь пироженку и тут в телевизоре девушка начинает приседать, встань и тоже поприседай. Потому что иногда очень сложно заставить себя целенаправленно заниматься спортом и следующий секрет, который вытекает из этого, почему нам сложно заставить себя заниматься спортом, это то, что мы себя пугаем агрессивными тренировками. Можно поставить себе цель для начала заниматься 5 минут, потом 10 минут, потом 20 и так по нарастающей. И когда вы думаете, что вы сейчас будете заниматься спортом, но вам заниматься всего 10 минут, это звучит не так устрашающе, как занятие спортом в течение часа усиленных тренировок. Можно просто поприседать, покачать пресс, все это сделать за 10-15 минут, вы не так устанете и в дальнейшем вы захотите сделать еще больше. И последний секрет, который помогает мотивировать мне себя на дальнейшей тренировке, занятия спортом и вообще правильное питание, это хвалить себя. На сегодня это была вся информация, все секреты о том, как я держу себя в форме. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, есть ли у вас свои секреты поддержания себя в форме. И если это видео оказалось вам полезным, ставьте пальчики вверх, так вы меня очень поддержите. Подписывайтесь на канал, видео выходит 4 раза в неделю и до новых встреч!